Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Я сейчас буду краситься, болтать с вами. Сегодня мы, как и вчера, должны увидеться с моей подружкой. Кстати, у меня вот такой вот тон. Сегодня буду пользоваться им от NYX Stay Matte. Я его люблю именно носить руками. Не кисточкой разносить, а пальчиками. В общем, вчера мы с подружкой были в центре города, гуляли, ходили по магазинам. Кое-что купили, например, вот такое вот колечко я себе купила, если вы смотрели прошлый влог. Вот. И кое-что еще присмотрели, но решили не покупать, а переспать с этой мыслью день. Не знаю, как у вас, у меня это хорошо работает. Если я на следующий день все равно хочу эту вещь, то мне надо это купить. Если на утро я понимаю, что нет, это была дурацкая идея, эта вещь мне не нужна, я уже не покупаю. И вообще, что-то странное, такая, знаете, мысль у меня внутри, что мне нужен набор маркеров, состоящий из 205, по-моему, да, там, или 225 маркеров. Ну, он, кстати, очень дорогой, но огромный просто. Я его хочу купить. Я его видела и около моего дома, и в городе. В общем, я поняла, что я хочу его купить. Решила переспать с этой мыслью, и сегодня мы пойдем с подружкой покупать то, что ей нужно. И заодно я хочу купить огромный набор маркеров для моего бумажного канала. Да, хочется мне. Каждый раз, когда я себе что-то покупаю, я почему-то оправдываюсь. Не знаю, почему. Оправдываюсь перед вами. Даже, знаете, на каком-то машинальном уровне, независимо от меня, оправдываюсь перед мамой. Не знаю, зачем. Ну, блин, захотела, купила, и все. Еще хочу по магазинам. Хочу себе выбрать пальто. Пусть даже будет дорогое, пусть оно будет стоить, не знаю, 500 долларов, но я хочу хорошее пальто, которое будет мне прям по душе. Смотрите, сколько тона осталось у меня на руке. Я просто привыкла выдавливать много. Когда у меня была проблемная кожа, мне нужно было до хрена тона, чтобы скрыть все. Скрыть все прыщи, неровности, покраснения. А сейчас я просто не могу привыкнуть к тому, что у меня уже не проблемная кожа, и мне нужно всего капельку тонального. Пудра у меня самая обычная. Она супер дешевая от Rimmel, но мне она очень нравится. Stay Matte называется. У меня несколько штук таких. Я помню, покупала где-то, наверное, 10 тональных пудры. На прошлый свой день рождения я решила сделать себе подарок, купить себе косметоз и что-то действительно нужное. Купила себе тональные, много разных, и вот за этот год, получается, половина тональных, где-то 5 штук у меня закончились. Даже, мне кажется, меньше 5 штук, все остальное у меня осталось. Я думаю, в этом году нет, но вот тона покупать не буду. Это типа я сделала себе подарок на свой день рождения в прошлом году. Сходила и купила дофига косметики. Но все нужное. То есть тональные у меня по-любому будут уходить. Это не то, что тени. Которые годами просто лежат. Вот так вот припудриваю лицом. Но сейчас я буду мук-банк снимать. Чуть позже мы увидимся с подружкой под вечер. Вот. В качестве румян я буду использовать вот такие румяшки от Sleek. Правда, я здесь немножко поцарапала своими ноготочками, когда открывала. Они ужасно сложно открываются. И делаю вот так вот. Не знаю, как правильно. Я делаю вот так. Еще завтра записано к стоматологу. Блин. Причем не к моему стоматологу. А это супер какой-то классный профессионал. Я просто, наверное, буду удалять зубы мудрости. Только-только начала стабильно снимать для вас контент. И вот сразу. Такие вот новости. Просто я раньше носила брекеты. И если сейчас я не удалю зубы мудрости, которые растут, у меня может быть искривление всех остальных зубов. Поэтому обязательно надо удалить. У меня прям получается не какой-то влог, а туториал, как правильно краситься. Или мой повседневный макияж. В общем, есть такая офигенная палеточка. Я ее миллион раз показывала. Мне она очень нравится. Мне очень нравятся тени от Зоева. Эту палетку мне дарил мой парень. Покупал он ее в Сифории в Италии. Вот такая вот она. Офигенного качества. У нас, к сожалению, Зоева не представлен. И вот этот вот оттенок. Вот этот вот. Он просто пушка. Я наношу на все подвижное веко, и получается бомбезно. Переливается просто обалденно. Гляньте. Ну давайте, в общем, я сделаю макияж, и потом вернусь к вам. Вот такой макияж у меня получился. На губах у меня просто блеск. Это блеск от Жаде. Вот такой вот в оттенке. Блин, 552. Вообще супер блеск. Просто у меня губы настолько в последнее время сухие. Прямо обезвоженные. Поэтому я использую блеск. И вот такой бардак у меня после моего макияжа на кровати. А время, прикиньте, уже почти два. Я только сейчас делаю макияж, и только сейчас сажусь снимать для вас мукбан. Ужас. Счастливый. Вы просто гляньте, крылышки, как в KFC дома. Получается намного даже вкуснее. У мамы этот рецепт, по-моему, миллион набрал, да, мам? Миллион двести. Миллион двести. Прикиньте, на мамином убитом канале. Представьте, насколько хороший это рецепт. Все положительные комментарии. Кстати, надо удалить негативные. Шучу, шучу. В общем, оставляю вам ссылочку, а я бегу снимать для вас мукбанг. Вот такой аппетитный у меня стол получился. Заказала миди. И вот такие вот крылышки. Приготовила мамочка. Правда, соус здесь не умещается. Непонятно, куда будем макать. Со скоростью света, отсняв для вас мукбанг, я побежала видеться с подружкой. Удивительный момент. В этот раз никто не опоздал, и никто никого не ждал. Ей нужно было купить обувь, поэтому в первую очередь заглянули в магазин с обувью. Она хотела что-то на зиму с небольшим каблучком. А я, кстати, посмотрела пальтишки. Ни одно из этих пальто мне не понравилось. Да и обувь, если честно, тоже. Был вариант, который мне нравится, который я вам показывала в инстаграме. Но его, к сожалению, купили. Надо было брать сразу. Но вот этот, кстати, вариант мне более-менее понравился. Да даже не более-менее, очень понравился. Просто я не уверена, что с таким каблуком я смогу ходить. Как мама говорит, ты превратилась в бабульку. И еще мне понравилась эта сумочка. Она безумно женственная, безумно красивая. Такой материал приятный на ощупь. И был еще один, кстати, вариант. Это вот серый. И точно-точно такая же была бежевая. Пишите в комментариях, стоит ли брать. Затем мы уже заглянули в Зару. Вещи здесь очень даже хорошие. Но немножко у нас, в подличии от вас, например, от людей, кто живет в России, в Европе, в Турции, у нас очень завышенные цены. Почему-то именно на Зару. И многие что делают? Многие просто выбирают себе модель, фотографируют, меряют, смотрят размер. А потом заказывают из Турции. Я вам говорила об этом в Мукбанке. Но сейчас все мое окружение делает так. Даже мой парень. Поэтому я просто смотрела, выбирала, что я буду себе заказывать. И заказывать уже буду из Турции. Так получается на 50% дешевле. Поэтому, чтобы не переплачивать, то же самое можно заказать. Поэтому я, наверное, скорее всего так и сделаю. Это пальтишко мне понравилось. Стоило 300 монат. Это около 10 тысяч рублей. Кстати, сколько у вас стоит в городе пальто в Заре? Пишите обязательно. Будет интересно сравнить цены. Очень понравился этот кардикан. Но подруга сказала, что выглядит, как кардикан какой-то бабушки. Но мне очень нравится. Я заказала подобный на шейн. Кстати, скоро будет распаковочка. И еще мы заглянули в магазин. Я сначала подумала, что это бижутерия. Оказывается, это серебро. Причем позолоченное серебро. Сережки все мне очень понравились. Цепочки классные. В общем, выбор огромный. Но я не люблю серебро. Я люблю золото. Конечно, это очень качественное серебро. Очень высокого качества. Естественно, еще слазить не будет. У меня подруга уже покупала в этом магазине очень много изделий. Но все-таки я должна быть уверена, что это золото. Я еще та цыганка. Так что, не знаю, немножко не моя стихия. Хотя модельки мне очень нравятся. Такие современные. А особенно мне понравились колечки. Вы просто посмотрите, какие они крутые. И в последнее время я обожаю альянсы. Во-первых, они удобные. А во-вторых, посмотрите, как нежно на ручке смотрятся. Это у меня подружка взяла. Я уже дома. Я кое-что купила. Что я и планировала. Взяла себе набор из 204. По-моему, 204, да? Сейчас посмотреть. Да, 204 маркера. Сейчас покажу. Нанай! 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 Ой, какая я радостная. Опля! Гляньте. Гляньте, какой офигенный набор. Сколько здесь маркеров. Я прям счастлива. Вот честно могу вам сказать, я очень хотела этот набор. Уже месяц к моему второму каналу я хотела себе крутые маркеры. Кстати, это не дешевый наборчик. Стоит он, по-моему, 120 монат. Это что-то в районе 6000 рублей. Но везде стоят так маркеры. Даже на Алиэкспресс такие наборы около 100 долларов стоят. Поэтому я считаю, что я купила недорого. Еще вот такая вот сумочка. Тяжелый наборчик. Я еле дотащила до дома. Вот так вот буду рисовать. Это фига всего вам. Надеюсь, что понравится. Счастья просто нет предела. Знаете, что мне больше всего нравится в этом наборе? То, что здесь очень много действительно нужных цветов. Не то, что просто ярких вот таких, а бежевых оттенков, которыми можно делать тени. В общем, обалденный набор. Надеюсь, что хотя бы где-то на полгода он мне хватит. Потому что я рисую много. Очень часто снимаю для вас контент для бумажного канала. Но цвета здесь просто офигенные. Конечно, все я проверять не стала. Проверила буквально несколько маркеров. Они просто рисовали супер. И вот мои ноготочки офигенные. Спасибо за комплименты. Сейчас читаю комментарии под вчерашним влогом. Ну, как вчерашним. Сегодня я опубликовала его. И прям приятно. Спасибо. Мы здесь делаем ноготочки. Покажу перванам. Пришла к перваням. Вот такой вот ньют делаем. Это только первый слой. Маникюр она сама делала себе. Эти ноготочки покажем в столе, так скажем. Вот такой нежный цвет. И мои огромные. Сейчас я пойду покупать себе канцелярию. Кое-что надо купить. Я с таким гламурным пакетиком вышла отсюда. И здесь кто-то, видимо, переезжает. Здесь у них всегда кто-то переезжает. Вот такую самоклейку я всегда беру. Это один единственный лист. Один большой такой. Есть и вот такие вот, где 14 кусочков. Но стоят они одинаково. Поэтому беру этот. Сижу я, значит, монтирую видео. Посмотрите, куда он лег. Это новый фломастер. Когда дома появляется что-то новое, Твикс всегда, так знаете, с охотой обнюхивает. Потом ложится. Посмотрите, как это смотрится. Сладость мамина. Я сейчас была у двоюродного брата. И у них тоже есть кошечка. И то ли я привыкла к размерам Твикса, то ли их кошечка совсем похудела и схудала. Или они ее постригли, не знаю. Но как-то я ее увидела и думаю, блин, как она уменьшилась в размерах. Либо ты нарастил себе пердак огромный. Дурачок только ест и в туалет ходит. Доброе утро, мои хорошие. Возвращаюсь к вам спустя аж два дня. Нет, через день. То есть я начала снимать влог, получается, позавчера. Вчера я ничего не снимала. И сегодня я возвращаюсь к вам с отличным настроением. Мне удалили зуб мудрости. Я просто офигела. Прикиньте, я ничего не почувствовала. Хотя зуб был очень сложный. Он прям разваливался. То есть ты прям вот пальцем дотронешься до него. Уже кусочек отлетал. В общем, стоматолога мне очень-очень понравился. Все так идеально у него. Естественно, никаких контактов его вам я не дам. Потому что я человек жадный. Такая корова нужна самому. Да и вообще я к стоматологу записываюсь. За 10 дней у него полная запись. Поэтому я осталась безумно довольна. Я теперь только к нему. В общем, понравилось. Знаете, видно, что человек профессионал. Видно, что человек делает вот как-то аккуратно. Так, знаете, соблюдая все тонкости. И в общем, мы будем лечить все мои зубы. Даже и зуб, где я ставила пломбу, наверное, 2 недельки назад. В общем, он сказал, что эту пломбу надо заменить. Я сказала, раз надо, заменим. Главное, чтобы я себя офигенно чувствовала. Чтобы у меня были классные зубки. Вот. Я сегодня в таком худи. Сейчас будем наливать мне чаю. Сегодня решила, несмотря на то, что у меня, в принципе, так-то по большому счету ничего не болит. Можно, конечно, снять мукбанг. Но я решила отдохнуть. На улице такая погода. Прям такой ветерок. Ураган, точнее, ребят. Какой ветерок. Это просто ураган. Ураган. Мама уехала в деревню. С мамой тоже такое приключение случилось. Вот я вот расскажу маму банки. Все начнут. Айка, наверное, ты эти истории придумываешь. Почему всегда с вами происходит? Мне некоторые так пишут. Когда я рассказала про то, что я не сдала на права, мне пишут, что... Одна девушка пишет. Как вы хорошо манипулируете ситуацией? Как вы хорошо, не знаю, придумываете темы? Но я не сдала на права. Что мне врать вам, что я сдала? Или если я не буду про это говорить, мне в комментариях все будут спрашивать. А что, а как? Мне действительно спрашивают. Вот. Уже последние, наверное, где-то две недели очень много комментариев, связанных именно с правами. Что ты сдала, чем это все закончилось. Если не отвечать, все начнут. Вот. Ты, наверное, создаешь интригу. Специально не отвечаешь на эти вопросы. Отвечаешь, рассказываешь. Некоторые там пишут. А вот специально, наверное, ты это рассказываешь. Если бы я хотела из этого раздуть, я бы рассказала о всех подробностях, на какой именно вопрос я не ответила, где именно я завалила экзамен. Вы знаете, порой я вот, когда снимаю мукбанки, рассказываю какие-то личные моменты, то, что у меня происходит. Вы знаете, иногда я разочаровываюсь в людях. Вот рассказываешь все в подробностях, там, не знаю, какие-то жизненные моменты, например, про тех же квартиросъемщиков. И некоторые не верят. Ну, не верите, это в ваше дело. Я могу, если хотите, на мукбанках там рассказывать какие-то отвлеченные темы, отвечать на какие-то вопросы. Вопросов дофига. Про то, где я училась, там, не знаю, мой любимый цвет, мой любимый фильм, моя любимая книга. Могу рассказывать истории подписчиков. Но я предпочитаю рассказывать про свою жизнь. Вот что у меня произошло, как у меня жизнь продвигается. Вот. Мы заказывали, например, стулья. Там тоже произошла целая история. Сейчас вам, кстати, покажу новые стулья. А стулья у нас выглядят вот так. Жалко, я вам не показывала цвет, которого мы заказывали. Мы заказывали вот такой цвет. Вот как эта мебель. То есть, что-то материал. И нам сделали вот такой. Прикиньте. И здесь другой цвет. Мы хотели под вот этот вот. Под диван. В общем, там тоже целая история произошла. Мы заказывали 4 стулья. Но когда мама увидела, что не тот материал, вообще ничего не то, мама сказала, что мне они не нужны. Естественно, первоначальный взнос, который мама уже заплатила, она не смогла забрать. Поэтому она взяла только 2. Ей сказали, что эти табуретки готовятся из остатков. А такого материала не было. И такой ткани тоже не было. И у мамы просто возник вопрос. Почему нельзя сказать? В общем, я вам подробно, если хотите, расскажу. Что, как, почем было, если кому интересно. А сейчас я буду пить чай, ласкаться с Твиксом. Мама уехала, а на улице просто ураган. Я вам должна это показать. Сейчас еще более-менее успокоилась погодка. Прикиньте, 65 километров в час. Представляете? Вот такой вот ветер. Я маме сказала, что не уезжай. Опасно. Мама сказала, что нет. Я все-таки поеду в деревню. Поэтому вот так вот. Но она нормально доехала. Все отлично. Но все равно я не рекомендую при такой погоде выходить из дома. Мало ли что. Я вам хотела продолжить снимать влог еще вчера. Но просто я подумала, что лучше сниму на следующий день. Чтобы посмотреть, есть ли опухлость. Или как правильно сказать. У меня ничего не опухло, как мне кажется. Ничего не болит. Когда мне удалили зубы, у меня даже кровь не шла. А мне засунули в зуб в это место. Не знаю, что это саморассасывающуюся какую-то штуку. И я вот как вышла со стоматолога, сразу могла спокойно говорить. У меня ничего не болело. Вечером тоже чувствовала себя офигенно. Вот как будто мне не удаляли зуб. Даже когда прошла анестезия, я себя чувствовала вообще чики-пики. Вчера купила килограмм моих любимых конфеток. Вот таких вот. Обожаю. Они настолько вкусные. Это вообще кайф. Чай пью где-то с пяти такими штуками. Пять-шесть у меня уходит. На один чай прикиньте. Наливаем. Эх, все лепесточки. Лепесточки ненавижу.